приветствую вас на канале двойняшки на отдыхе сегодня поговорим об отдыхе весной куда поехать что лучше египет или турция рассказываю о нашем опыте и конечно мы посмотрим где выгоднее и теплее поговорим обо всех плюсах и минусах весеннего отпуска в той или иной стране египет какой он весной и почему все думают что там уже будет точно тепло и можно купаться итак поехали в марте и до середины апреля здесь сильные ветра песок буквально покрывает с ног до головы в тени прохладно а на солнце жарко при этом море еще прохладное особенно когда выходишь из воды и обдувает ветром вечером становится очень холодно хочется взять не только куртку но и шапку конечно же большим плюсом египетского отдыха это море живое красивое море за которым едут многие туристы чтобы посмотреть коралловые рифы полюбоваться рыбками и прочей живности которая плавал поскольку мы не брали экскурсию и ездили в открытое море мы наслаждались подводным миром прям с пирса нашего отеля мы встречали морских змей мурен и разных цветных рыбок рыбу иглу которая плавает практически рядом с туристами и детьми которые окупаются на берегу моря еще такой момент с которым мы столкнулись они очень хорошей погоды и сильного ветра часто пирс и вовсе был закрыт и купаться можно было только с берега побережье египта очень часто бывают отливы такие что ты ходишь просто по песку они по воде вот такой тоже нюанс который может подпортить отдых по питание еда в египте своеобразная особенно не просто накормить детей здесь много специй мало каш к завтраку а супы настолько специфические что вряд ли будут кушать дети вода как известно с ней в эти дела не очень по этой причине многие туристы сталкиваются с расстройством желудка в первую очередь это дети нужно быть всегда на чеку зато в египте очень вкусные свежие финики пожалуй именно здесь я таки попробовала первый раз что вы тут делаете она ползает по твоей руке тебе приятно да а теперь посмотрим цены на отдых в 2022 году в египте рассмотрим пятизвездочный отель на первой линии это пар отель beach resort здесь красивая территория я бы сказала необычная где есть водопады скала с кактусами и каменный грот где есть бассейн у отеля широкий пляж но комфортный вход доступен с лагуны соседнего отеля питание в отеле я бы сказала на четверочку достаточное количество овощей два вида мяса рыба похожа на нашу селедку есть регулярно и на обед и на ужин ужины были в мексиканской кухне итальянской турецкой обеды как обычно слабоваты цена в этом году прайс в два раза выше на эти же даты что и в прошлом например за 12 ночей за двоих взрослых плюс двое детей стоимость составляет 188 тысяч это с перелетом из москвы на 12 ночей на мой взгляд стоимость для такого отдыха завышена давайте посмотрим что предлагает на эти же даты и количество ночей турецкое побережье сегодня мы поедем в дугу в пир классную просто что мне здесь очень понравилось мне так и здесь нравится я не хотел из этого но мы к сожалению едем в тучу и там будет очень красиво и наверно лучше наверно будет игровая комната ну как бы я говорю просто комнаты ну а аквапел наверно будет жесткий и детский пока море весной да прохладная мы купались в море в двадцатых числах апреля вода бодрящая но на улице уже жарко если выбрать отель например в седе где есть променад можно совершать длительные прогулки дышать свежим морским воздухом еще один плюс отдыха весной эта цена можно отдыхать в крутых отелях очень выгодно по сравнению с средними месяцем это где-то цены взлетают примерно в два раза я выбрала известную популярную сеть а далее с хорошим питанием и развлечением стоимость отдыха здесь на две недели с перелетом из москвы составляет сто тридцать пять тысяч рублей двое взрослых и двое детей но это совсем другой сервис в египте вы его не получите даже отдыхая в более высокой ценовой категории отелях питание детям это важный момент в турции еда больше подходит и они гибкие и многие отели готовы сделать блюдо которое можно вашему ребенку взвесив все плюсы и минусы также посмотрев стоимость перелета и проживания в отелях чуть выше чем отеля которым я говорила мы в этом году склонились к отдыху на турецком побережье оставайтесь с нами подписывайтесь на наш канал будет интересно в этом году мы планируем остановиться в апартаментах мы покажем общественный пляж расскажем все плюсы и минусы подобного отдыха и конечно же мы обязательно съездим в отеле турецкого побережья в этом году мы планируем рассмотреть билек и лару и поделимся в какой отель стоит съездить в этом сезоне